МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учиться, учиться и ещё раз учиться. Но где? По городу поползли разные слухи, мол, после КАИ и МГ закроют и этот институт. Что ждёт Нижнекамский вуз? Лёд тает, а люди гибнут. В республике под лёд провалилось два человека. Какова ситуация на Нижнекамских водоёмах? Установилась тёплая погода, и появляются многие проталины, размоины. И можно ли сейчас выходить на лёд? Плохие дороги – идея для видеообращения. Уважаемый Айдар Раисович, слёзно прошу вас отремонтировать дороги в нашем городе. Нижнекамец снял персональную просьбу к мэру города, что ответили студенту. Одна сделка и полтора миллиона убытков. Он решил похитить данный день сердца. Почему Нижнекамец обворовал партнёров на крупную сумму и что ему грозит? Опасный участок дороги. Остановиться, посмотреть, что поезд не шёл. Водителям напомнили о правилах поведения на ЖД-переездах. Добежали до медали. Об успехах нижнекамских легкоатлетов в спортивном блоке. На телеканале НТР итоговый выпуск новостей. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Институт экономики управления и права перестанет выдавать дипломы, а его аккредитация приостановлена. После проверки Рособоронадзор выявил ряд нарушений. Наш журналист Алсуя Матова разбиралась с ситуацией и узнала, что ждёт ВУЗ в будущем. Информация о том, что в институте экономики управления и права приостановлена, а аккредитация быстро разлетелась по интернету. Кроме того, по городу поползли разные слухи, мол, после КАИ и МГИ закроют и этот институт. Тем временем в институте всё спокойно. Занятия проходят по расписанию, выпускники готовятся к госэкзаменам, первокурсники грызут гранит науки. Срезан читал то, что, как бы говорили, дипломы не буду давать. Но посчитал, что это вряд ли будет такое. Но слышал, что талантливый такой. Я спрашиваю у директора, говорят, что всё будет нормально. Мы тоже спросили директора филиала, есть ли смысл переживать студентам. Могут ли они остаться без диплома? Мы также восприняли то, что именно в Нижнекамске, даже ни в Казани, ни в других городах, где есть наши филиалы, вот такого ажиотажа не было к этому вопросу, как у нас в городе. Ну, наверное, это не случайно, потому что, действительно, тут череда закрытий наших вузов произошла, к сожалению. Вот. И, разумеется, как социально-гуманитарный вуз на сегодняшний день, как бы остались мы. По итогам проверки Рособранадзора, головного вуза, не нас, а головного вуза, ну, были замечания. Замечания на сегодняшний день все устранены. Елисия Медикова понимает, с чем связана шумиха. Политика государства на сегодня такова. Закрыть неэффективные вузы. Поэтому сейчас Рособранадзор особенно тщательно проверяет все учебные заведения. Ежедневно на сайте Рособранадзора мы видим, что где-то отозвали лицензии, где-то закрыли, где-то приостановили что-то. Ну, это вот рабочий момент и курс, который в целом взят у нас. Я считаю, что это правильно. Действительно, малоэффективные вузы сегодня, они не должны, в общем-то, работать. И сегодня Ельсия Медикова подтверждает то, что в вузе все хорошо, сообщает новость. Институту экономики, управления и права будет присвоен статус Казанского инновационного университета. Название Нижнекамского филиала, скорее всего, останется прежним. Планы у института большие. Это разработка новых научных и инновационных проектов, улучшение эффективности образовательного процесса. Кроме того, этот вуз входит в пятерку лучших республики. Буквально на днях студенты поедут за наградой в Казань, где стали лучшими в конкурсе Лобачевского. Алсу Юматова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Раннее потепление приводит к жертвам на водоемах. Только за эту неделю в республике под лед провалились два человека. Один из них погиб. Теплопогода вызвала активное таяние снега. Сотрудники МЧС предупреждают, опасность провалиться под лед увеличивается в разы. О том, сколько времени осталось у любителей зимней рыбалки, до завершения сезона, расскажет Наталья Лушникова. Ранняя весна сделала свое дело. Уже к 8 марта у нас закрыты все ледовые переправы. Да и рыбакам сотрудники МЧС советуют сматывать удочки. Ведь только за эту неделю в республике под лед провалилось два человека. Одного из них удалось спасти, а вот тело другого до сих пор не найдено. Бог миловал, говорят спасатели. В Нижнекамске таких несчастных случаев пока не зафиксировано. Однако риск очень велик. А вот такие вот трещины встречаются на каме у нас во многих местах, так как установилась теплая погода. И появляются многие проталины, размоины. Предупреждаем рыбаков, что сейчас выходить на лед очень опасно, так как могут провалиться под лед и утонуть. Ненадежность льда видна невооруженным взглядом. У берегов стоит вода, к центровым льдинам ведут большие трещины, снег рыхлый. По прогнозам, ледокол на каме не за горами. Если в течение марта такая же будет солнечная погода, то я так думаю, что на каме лед тронется примерно в начале апреля. Если на каме любителям зимней рыбалки сотрудники МЧС дают еще пару недель, то на ЗАИ рыбаки уже вынужденно сменили и свою экипировку, и свои снасти. Легкая куртка, спиннинг и вера в удачу. Так выглядят сегодня рыбаки на ЗАИ. Свой сезон зимней рыбалки они уже завершили. Река практически полностью очистилась от льда. От того ехать на каму за острыми ощущениями рыбаки не планируют. Считают такой риск не вполне оправданным. Да, я что-то не разделяю из зимней. Один раз я был на рыбалке на зимней. Так, ничего вроде нормально, но это же опасно. Тем более сейчас лед тонкий уже. Я как бы вот первый раз решил в этом году попробовать. Увидел то, что ЗАИ ушел уже. Ну сейчас в данное время, где еще на реках лед стоит, нежелательно. Потому что очень большая вероятность, что можно проводить под лед. Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР. Состояние городских дорог вдохновило водителей на творчество. Нижнекамец снял видеообращение городским властям. В своем ролике, который он разместил в интернете, парень показал, какие ямы попадаются на его пути по дороге от института до дома и сопроводил съемку комментариями. В своем обращении он попросил как можно быстрее отремонтировать дороги. Уважаемый Айдар Раисович, слезно прошу вас отремонтировать дороги в нашем городе. На примере своей поездки от места учебы и до дома покажу вам проблемные участки, на мой взгляд. Буквально через пару дней исполком Нижнекамска дал официальный ответ. Как следует из документа, ряд внутридворовых дорог вошел в предварительный список ремонта. Напомню, что в этом году будет потрачено более 680 миллионов рублей. Ремонтные работы начнутся, как только это позволит сделать погодные условия. Также планируют на улице Юности отремонтировать и магистральную дорогу. Вопрос ремонта участка от Бакьор-Манчет до проспекта Вахитова, о котором также шла речь в обращении, будет решен после завершения строительства объектов на проспекте Шинников. Нижнекамца обвиняют в присвоении полутора миллионов рублей. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы. Причем главными фигурантами уголовного дела стали родственники подсудимого. В запутанной семейной истории разбиралась моя коллега Айгуль Яблонская. Этого предприимчивого нижнекамца обвиняют по статье мошенничества в особо крупном размере. Все началось два года назад. Его брат открыл некую фирму Агат. Потом директором стала мама. Но самим бизнесом занимался сам молодой человек. А именно закупал и перепродавал нефтепродукты. Вот только на скамье подсудимых он оказался за то, что у челябинской фирмы бизнесмен взял полтора миллиона рублей. Товар не отдал и благополучно исчез. Он сам действительно пояснил то, что у него имеются долги. И таким образом, как я понимаю, он решил похитить данные денежные средства. Свою вину подсудимый не признает. И поясняет суде, что у него не было умысла похищать денежные средства, и он собирался их вернуть. Просто тот человек, кому он был должен полтора миллиона рублей, стал требовать эти деньги у его дедушки. Вот поэтому обвиняемый и решил на время присвоить деньги челябинской фирмы. Странно находился перед дедушкой. Я говорю, ну, полковник, который был, и боюсь его, как огня. Средства, у меня страх перед ним. Сейчас нижнекамцу грозит до пяти лет лишения свободы. Однако в зале суда он заверил суд, что к пятнице продаст квартиру и вернет весь долг. Конкретики мы не видим. Если человек хочет отдать, он пытается сделать. На предыдущем заседании также было сказано, что у него есть деньги. Это он проговаривал. Даже какую-то часть он этого не сделал. Можно сейчас, конечно, согласно, что праздники, не праздники. Я прошу, чтобы суд был объективен и вынес правильное решение. Спасибо. К слову, очередное заседание суда назначили тоже на пятницу, на котором, скорее всего, вынесут приговор. Айгуль Липлонская, Ринат Харасов, Новости НТР. Сегодня утром движение автомобилей на железнодорожном переезде было прервано. Причиной стало не ДТП, а проведение специальной акции. Для чего ее организаторы остановили машины и о чем они говорили с водителями? В сюжете Яны Чупахиной. Нижниканским водителям решили еще раз напомнить, что нужно быть внимательнее на железнодорожных переездах, поскольку это один из самых опасных участков дороги. Говорит об этом и статистика. Только с начала этого года в Нижниканском районе на железнодорожных переездах было зафиксировано более 20 нарушений. И вот шлагбаум опущен. Возители слегка недовольны непредвиденной остановкой, но все же памятки берут и изучают. В них свод правил по поведению на переездах. Их достаточно много. И большинство автомобилистов знают лишь основные. Неизвестна неосведомленность или невнимательность тому виной, но факты говорят о том, что ситуация с безопасностью на переездах не стабилизируется. Большинство ДТП происходят именно по вине водителей. Таких примеров немало. На 91-м километре это развилка на Чисне и где лагерь Чайка. Там пострадала у нас девушка. С ее слов она не заметила, что в ночное время двигался поезд. То есть нарушение было со стороны водителя. Организаторы акции рассчитывают на то, что водители освежат в своей памяти необходимые знания и задумаются о своей безопасности. Подобные мероприятия с участием сотрудников ГИБДД планируют проводить хотя бы раз в месяц. Здесь выбрано, потому что так как здесь у нас движение автомобилей очень большое, здесь также у нас планируем, конечно, если получится в этом году установку заградительного устройства, чтобы исключить вообще под запрещающий проезд автотранспорта. Яна Чупахина, Максим Липин, Новости НТР. В Нижнекамске был обнаружен угнанный у дочери Верховного муфтия России Талгата Таджудина Порш Каен. Однако его новый владелец заявил, что приобрел машину законно у зятя муфтия еще в сентябре 2014 года. Как сообщил мужчина изданию «Бизнес онлайн», зять попросил вернуть договор купли-продажи и ПТС под предлогом отражения сведений в налоговой декларации. Получив документы, супруг муфтия их не вернул. Нижнекамец, не думая, написал заявление в Управлении экономической безопасности республики. В качестве доказательств владения автомобилем пострадавший показал квитанцию об оплате штрафов и счетов за весь период пользования автомобилем. Разбирательство продолжается. А вот разбирательство между сотрудниками и директором одной фирмы закончилось судом. Директор ООО «Теплосервис» на протяжении нескольких месяцев не платил зарплату своим рабочим. В итоге накопилось более 2 миллионов рублей. По требованию прокуратуры подсудимый выплатил всю задолженность. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело. В отношении директора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 прим. 1. Это невыплата зарплаты свыше 2 месяцев. Хочу уточнить тот момент, что задолженность по зарплате превышает свыше 2 миллионов. Вся задолженность по зарплате погашена директором. Он свою вину признает. Но в настоящий момент ведется еще следствие. Дело готовится в суд. Дистанционное обучение, приятные подарки и возможность учиться совершенно бесплатно. Автошкола «Автоледи» является лидером Нижнекамска по качеству обучения курсантов. Если вы хотите пройти подготовку и довериться профессионалам, тогда автошкола «Автоледи» – самый выгодный вариант. Все подробности далее. Просторный светлый класс, современное оборудование. Хорошие условия обучения позволяют качественно подготовить будущих водителей, что всегда было важно. Не менее важно сделать и правильный выбор автошколы. «Автоледи» – лидер среди нижнекамских автошкол. По данным отдела ГИБДД города Нижнекамска, автошкола «Автоледи» занимает первое место по качеству подготовки вождения и в первой тройке по качеству подготовки к теоретическому праву дорожного движения. Отличительная черта – возможность обучаться дистанционно, не выходя из дома. Вообще, обучение в автошколе «Автоледи» не только качественное, но и приемлемое по цене. Стоимость обучения теории – 13 тысяч рублей. Курсанты чувствуют себя комфортно. К примеру, есть игровая комната, где молодые мамы могут оставить детей на время занятий. Ну и куда же без подарков. В марте, да, проходит акция для всех девушек, женщин, бабушек. Всем делается скидка, дается подарок – 1000 рублей. Еще одним приятным моментом для будущих курсантов станет возможность обучаться в автошколе «Автоледи» совершенно бесплатно. Необходимо быть участником группы ВКонтакте, сделать репост, а в конце марта случайным образом будет выбран один счастливчик. Автошкола «Автоледи» находится по трем адресам – «Мир-16», а также торговые центры «Олимп» и «Сити-центр». Контактный телефон вы видите на своих экранах. Приятная новость для представительницы прекрасного пола. В Нижнекамск приехала меховая выставка российской фабрики «Зимняя сказка». Хорошие скидки на шубы, большой ассортимент демисезонных курток и гарантия качества. Подробности далее. Ассортимент товара фабрики «Зимняя сказка» просто поражает. От изобилия цветов и фасонов представленных шуб разбегаются глаза. Но удивляет не только цветовая гамма, но и стоимость товара. Цена на цельную норковую шубу сейчас от 35 тысяч рублей. Также в наличии имеются шубки из сурка. Внешне они очень похожи на норку, но цена намного ниже. Большой выбор – шуб из мутона, нутри, енота и рекса. Для модницы имеются комбинированные жилетки из меха и кожи. В этот раз из Кирова для Нижнекамок привезли большой ассортимент курток из эко-кожи. Коллекция «Весна-осень» разных цветов и размеров. Так как у нас финальная распродажа, хочется сказать о том, что у нас на выставке большие скидки, доступные цены, очень хорошие условия рассрочки кредита. Это от 6 месяцев до 3 лет на удобных условиях. Есть наличный расчет, так и безналичный расчет. Всех рады видеть, а приятные консультанты помогут вам сделать правильный выбор. На весь товар дается гарантия качества. Выставка продажи в фабрике «Зимняя сказка» пробудет в Нижнекамске с 10 по 13 марта. Находится меховая выставка в Доме народного творчества по адресу площадь Лимаева, 14. Посетить ее можно с 10 утра до 7 часов вечера. Несравненные условия покупки, максимальное наличие на любой вкус, превосходный сервис, современный просторный дилерский центр, полностью соответствующий всемирному стандарту «Кия Красный Куб». Все это автоцентр «Апельсин», о котором мы вам расскажем в следующем сюжете. В автоцентре «Апельсин», официальном дилере «Кия» в Нижнекамске, представлена вся модельная линейка автомобильной марки, предлагаемая на российском рынке. Клиенты могут также приобрести здесь оригинальные запасные части и аксессуары «Кия». Желающим предлагаются услуги трейд-ин, кредитование и автострахование. Центр оснащен самым современным оборудованием и оказывает полный спектр услуг. Техническое обслуживание автомобилей, гарантийные и послегарантийные работы. Диагностика, все виды работ по ремонту двигателя, ходовой и электрической части автомобиля. Установка дополнительного оборудования и малярно-кузовные работы. Философия бренда «Кия» – это искусство удивлять. И мы готовы удивить, а с вниманием, заботой и выгодными предложениями мы объявляем сезон выгод. Только до 31 марта выгода на автомобили «Кия» небывалых размеров – до 190 тысяч рублей. Успейте приобрести последние автомобили 2015 года выпуска по старым ценам. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Автоцентр «Апельсин» находится по адресу спортивная 4А. Телефон 8 800 500 11 56. Далее новости спорта с Кириллом Давкаевым, прогноз погоды и новости на татарском языке. Напоминаю, что связаться с нами вы можете по телефону 40 07 70 или через сайт ntrtv.ru. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Золото, пензы, нижнекамские лихикоатлеты поднялись на пятистал почёта. Один за всех, боец из Нижнекамска, пробился на Россию. Об этом не только сразу после рекламы. В честь закрытия «Ламур» ликвидация всей коллекции шуб и дублёнок. Дублёнки 7 900, весенние куртки 3 900. «Ламур» ТЦ «Пассаж». Внимание, акция! Специально к дачному сезону. В магазине «Тысячи мелочей» широкий выбор парников по сниженным ценам. От 375 рублей. Позаботься о своём урожае уже сейчас. Магазин «Тысячи мелочей». Проспект Мира, 105А. Антикризисные цены. В магазине «Арас» 5 000, 7 000, 10 000 рублей на все кожаные куртки и плащи. Проспект «Химиков-1». «Арас». Мутон от 6, норка от 39 000 рублей. На большой распродаже шуб от российских меховых фабрик из Кирова. Просто сравните цены. Огромная ярмарка распродажа «Ивановского текстиля» на Центральном рынке. Трикотаж, постельное бельё, подушки, одеяло и многое другое по ценам от производителя. Нижнекамск, Проспект Строителей 2Ж. Торговый центр «Рыночные ворота». Второй этаж. Остановка «Центральный продуктовый рынок». Весенние каникулы в лагере «Юность». Киносмена «Мотор». Уникальные мастер-классы по актёрскому мастерству и фотографии. 8 917 220 78 83. Ух, как горячо. Люблю погреться в кипяточке. Чем горячее, тем я крепче. Обычно чай не разговаривает. Но в «Эссен» возможно всё. Чай «Липтон». «Инглиш Брекфаст». 100 пакетиков. 149 90. Только с 1 по 14 марта. Казанский камерный оркестр «Ля Примавера» и Рустем Абязов представляют лучших солистов России и Европы на международном фестивале «Искусство смычка». Билеты в кассах города. В продаже появился очередной номер газеты «Нижнекамское время» на его страницах. Многие работники «Нижнекамскнефтехима» недовольны качеством услуг своей поликлиники и хотели бы обслуживаться в городских учреждениях. Что думают по этому поводу медики и что говорят юристы? Подробная афиша празднования Масленицы. Пенсионеры, избившие школьницу, находятся под домашним арестом. И, как всегда, гороскоп на предстоящие дни, советы садоводам и сотни объявлений. На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Хоккейный реактор продолжает серию плей-офф. В эти минуты в Нижнем Новгороде наши спортсмены проводят второй матч против команды «Чайка». Накануне провели первый. В нем с разницей в одну шайбу победа осталась за командой хозяев. В этом матче шайбы на свой счет записали. Бекмулин и Порядин сейчас счет в серии против «Чайки» 1-0 в пользу последних. Смогут ли реакторщики вырвать победу сегодня? Скоро узнаем, матч стартовал в 5 вечера по московскому времени. Прямая трансляция ведется на официальном сайте хоккейного клуба «Чайка». Перейдем к бильярду. Точность и выдержка. Нижнекамск принял турнир по русскому бильярду среди работников «Газпром Трансгаз Казань». Соревнования прошли во второй раз и впервые у нас в городе. Здесь собрались финалисты зональных этапов. Наталья Лушникова наблюдала за партиями. Начинается финал турнира по русскому бильярду среди работников «Газпром Трансгаз Казань». Были Сергей, Ахунов, Эльгиз, город Нижнекамск, четвертый стол. В турнире приняли участие 12 спортсменов. Из них 4 – представительницы прекрасного пола. В бильярдный клуб «Шар» съехались игроки из Елабуги, Чистополи, набережных Челнов и Нижнекамска. В данный турнир у нас проходит первый раз в городе, что очень отрадно. Мы рады приветствовать наших коллег на нашей земле. И здесь у нас участвуют уже победители своих внутренних соревнований. Как оцениваете Нижнекамск? Шансы у вас какие? Ну, надеюсь, второе место обеспечено. У меня. А мои коллеги уже за первое борются. Несмотря на то, что бильярд считается чисто мужской игрой, свои партии девушки разыграли не менее зрелищно. И неудивительно, ведь в этом зале собрались финалисты. Лилия Фардиева из набережных Челнов. Она бильярдистка со стажем. Принимала участие в турнире и в прошлом году. У меня брат родной, как бы, вдыхается бильярдом. Была возможность играть. Играла. Очень нравится. До сих пор. Просто сейчас уже дети. И возможностей нет столько времени проводить ударные игры. А ваше мнение, женщине достойная конкурентная мужчина в этой игре? Конечно. Женщине-женщине рознь. Какая-то, может, недостойная. Потому что многие мужчины хуже играют, чем женщины. Я так считаю. У мужчин первое место турнира между собой разыграли два нижнекамца. Здесь победа осталась за Сергеем Быля. Второе место у Ильги Заахунова. Второй финал среди девушек. Играет на первом столе Фардиева Лилия. Зябарова Ландыш. Первый стол. Первое место среди девушек оспаривали представительницы Нижнекамска и набережных Челнов. В итоге победа осталась за Челнинкой. Теперь победители в своих подгруппах отправятся на республиканский этап, который пройдет в Казани. Наталья Лушникова, Ринат Харасов. Новости НТР. Теперь о королеве спорта. Легкоатлеты Нижнекамска стали призерами империнства России. Соревнования среди юношей 2001-2002 годов рождения прошли в Пензе. С 3 по 6 марта на мероприятие съехалось более 300 юниоров со всей страны. Наш город представляли два воспитанника Дюсы Шашинник. Семен Монаков и Азат Искандаров. По итогам соревнований наши спортсмены смогли заработать одну серебряную и одну золотую медали. В беге на дистанции 60 метров с барьерами Семен Монаков с результатом 8,1 секунды пришел к финишу. Вторым Азат Искандаров на 60-метровой дистанции показал результат 6,9 секунды и стал золотым призером. В завершении выпуска о боевых искусствах Нижнекамский боец прошел отбор на первенство России. В Саратове состоялось первенство ПФО по Кудо. В турнире приняли участие 70 спортсменов. Юношей и девушек из Татарстана, Башкортостана, Ульяновска, Самарска, Пензенская, Нижегородская и Саратовской областей. В возраст участников от 12 до 18 лет. В составе сборной Татарстана участвовали и 8 нижнекамских бойцов. Наши спортсмены привили бойцовский дух и показали высокое мастерство боя. По итогам соревнований нижнекамец Ильнар Габитов отобрался на следующий этап первенства России. На сегодня у меня все. Смотрите далее. В эфире НТР прогноз погоды и программы на Луклар. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Погода в Нижнекамске на 11 марта. Ночью минус 8 градусов. Утром минус 6 градусов. Ясно. Днем минус 1 градус. Малооблачно. Вечером также малооблачно. Минус 5 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 80%. Ветер северный 2 метров. Субтитры создавал DimaTorzok